Доброе, доброе, Ранте, Беларусь! Мы очень надеемся, что вы уже проснулись и вам с утра уже все охота. И жить охота, да, действительно, и мечтать охота, и действовать тоже охота. И летать. В том числе, почему бы и нет. Для многих белорусов осень это правда, время тихой охоты. На грибы, понятное дело, на ягоды. Но есть и другая категория граждан, для которых это начало долгожданного и самого массового сезона охоты. Охота на пушных зверей. В Беларуси его открытие традиционно проходит в первую субботу ноября, уже через пару дней. Как в этот период, например, туристам и любителям тихой охоты безопасно наслаждаться прогулками по лесу и не стать случайной жертвой. А охотникам добывать животных в рамках закона. Поговорим с нашим гостем в студии Владимиром Домбовским, начальником отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь. Владимир, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Владимир. Ну, напомним нашим зрителям в том числе, что с 1 января 2021 года в Беларуси вступили новые правила охоты. Скажите, пожалуйста, на что стоит обратить особое внимание, на что стоит сделать акцент? Да, действительно, вступили в силу новые правила, новая редакция. Она была переработана, так скажем, более структуризирована. Разделились правила на указ правил охоты и правила ведения охотничьего хозяйства. Для охотников очень удобно стало, не стоит искать какие-то нормы, выбирать. Почитал правила охоты, возобновил памяти, сроки, способы, орудия охоты. И можно взять с собой небольшой помощник, а уже для пользователей охотничьих угодий, для юридических лиц необходимо уже читать правила ведения охотничьего хозяйства. Говорить в целом о каких-то изменениях больших не стоит. Но, тем не менее, стоит это учитывать, лишний раз обратить на это внимание, чтобы не было потом каких-то штрафов ненужных. Правда же? Конечно. Ну вот, читаю любопытную статистику о том, что ежегодно в нашей стране появляются более тысячи новых охотников. Меня, например, эта цифра очень впечатлила. Как можно стать охотником? Это какие-то специальные курсы нужно оканчивать? И сколько длится обучение? Не сразу же так все, да? Конечно. Очень серьезное дело. Да, существует определенный порядок, он прописан в законодательстве. Гражданину необходимо обратиться в ближайший лесхоз. Или, если это житель Бинска, то можно напрямую в Белгосохоту, это специализированное учреждение. Пройти специальные курсы, там есть и биология животных, и обращение с оружием, в том числе практические занятия. Затем проходит специальный охотничий экзамен, и уже после этого, если все хорошо, человек получает долгожданное госудостоверение, ну и сможет, соответственно, пойти уже на охоту. Помимо удостоверения, что охотник должен при себе иметь, идя на охоту? Вообще перечень документов, он достаточно долго не менялся. Я думаю, что все охотники знают классическое госудостоверение, путевка и так далее. Хотелось бы больше обратить внимание на то, что указом главы государства были продлены сроки действия тех документов, которые закончились 10 ноября 2020 года по 10 ноября текущего года на 6 месяцев. Поэтому, если нас смотрят охотники, необходимо перепроверить и учитывать этот факт при выходе на охоту. Вот любопытно, какие нарушения чаще всего встречаются. Вот давайте заранее предупредим охотников, возможно, кто-то чего-то не знает или не придет значения, а на самом деле совершает серьезную ошибку. Да, на самом деле, к сожалению, выявляются факты нарушения требований законодательства. Ну вот в преддверии охоты, конечно, хотелось бы обратить внимание, что некоторые злостные браконьеры, когда идут охотиться на зайца, берут с собой пулю или корсечь в надежде, что заяц окажется с копытами. Да, то есть бывают случаи, когда забывают посмотреть вот именно вот эти же документы, срок действия которых истек, или госпошлину оплатить банально, то есть одну базовую величину, хотя она действует год. Справка должна быть об этом, да, о том, что ты оплатил госпошлину в том числе? Само собой, в электронном виде, либо в распечатанном охотник должен иметь. Но, опять же, посоветовал бы охотникам посмотреть. Еще есть время перед открытием, в субботу открывается, пересмотреть документы спокойно, пока есть. Что касается поведения охотников в лесу, что-то еще они нарушают? Вообще, у нас охотники в целом добропорядочные. Это радует. Хороший охотник, это в первую очередь охраняет природу, он сам по себе старается следить за порядком. Ну, конечно, есть и браконьеры, которые идут за мясом, которые идут без документов, какие-то нелегальные оружия используют. Случаи, к сожалению, такие выявляются. Но тенденция идет, конечно, к снижению. И это видно по статистике. То есть сознательных все-таки людей больше охотников. Да, да. Это радует. Но скажите, вот для сотрудников Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, сейчас это такое горячее время, вот этот сезон? Вы в дополнительные рейды какие-то выходите или нет? Расскажите о вашей работе и условиях. Конечно, в данный сезон усиливаются рейдовые группы, планируется работа соответствующая. Однако мы стараемся работать таким образом, чтобы не доставлять лишних хлопот охотникам. Все-таки все понимают, что открытие охоты – это такой праздник, поэтому используются технические средства, ну, например, беспилотные летательные аппараты. Так. Вот. То есть квадрокоптеры, да? Да. Для того, чтобы наблюдать за тем, чтобы все происходило по правилам. Все верно. Не вступая в контакт. Наши пандемические времена тоже, кстати, это очень актуально. Но при этом, если гражданин вызовет подозрение, то есть если грибник будет гулять по лесу с оружием, пусть даже и зачехленным, то, конечно, к нему будут вопросы, поскольку документы у него должны быть. То есть буквально проверяется каждый человек, который попадает вот в это самое время, начал охоты в лес, да? Да. Чаще всего да, но при этом, если он вызывает больше подозрения, да, то есть это какое-то поведение, может быть, нехарактерное место охоты, либо он где-то возле какого-то заказника охотится или там ходит с ружьем. То есть обычно таких людей видно, и уже стараемся, конечно, пресекать. Вы уже профессионал своего дела, вы понимаете. Само собой. Но помимо охотников лесу же ходят кто еще? Грибники. Да, как раз вы о них упомянули. Да, ягоды, те, кто собирает, вот как им себя обезопасить в этот период? Ну, мало ли что, знаете ли, да? Там издалека можно не заметить. Чтобы под шальную пулю, знаете, не попасть, да. Ну да, тут получается, что в сезон сбора ягод и грибов открывается и массовой охоты, поэтому такой вопрос часто возникает. На самом деле, наверное, таких пару простых правил – это обозначить себя на местности, использовать яркие элементы одежды, цвета каких-то кислотных, например, оттенков, которые в природе не встречаются. Это прием, кстати, используют охотники. Пошуметь можно. Ну, то есть банальные разговоры. Поговорить, если грибники в паре идут. Это будет конфронтация, да? Дать о себе знать. Здесь охотники, да, любят, чтобы тишина была, да, какая-то, да. Тут грибник, который включил музычку, да, и такой жизнерадостно пошел на тихую охоту. Да. В общем, да, могут быть вопросы. Ну и вообще рекомендустировку на местности сделать. Посмотреть изначально. Если это загонная охота, чаще всего охотников слышно и видно на расстоянии. Это лай собак, выстрелы, там, разговоры. Вообще охотники теряются в лесу? Вот грибники теряются? Охотники? Бывало такое ваше? Наверное, больше собаки теряются, а потом их ищут охотники. Да, то есть это... Ну, вы помогаете, если что, находить? Ну, мы в рейдах, конечно, обращаем на это внимание. Если группа охотников, даже бывает, спрашивают у нас, не видели ли вы там мою лаечку где-то. Ну, то есть таким вот образом, конечно, помогаем нашим охотникам добропорядочным. В общем, горячая пора у вас сейчас начинается. Да. Мы желаем стойкости в этом деле важном. Да, и самое главное, здоровье все-таки. Это тоже, знаете, самая актуальная, наверное, тема и пожелания нашего дня сегодняшнего. Спасибо. Ну, и спасибо за познавательную беседу. Мы напоминаем нашим телезрителям, что у нас в гостях был начальник отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь Владимир Домбовский. Доброго дня. Спасибо вам. Спасибо.